То, что знаете вы, что там все-таки произошло? Или что информация, которую вы обладаете, которую вы можете уверенно сказать, и она не повредит людям там? Что произошло в Иловайске? Я думаю, что подошло время, когда пора определиться, и роль батальонов добровольческих на сегодняшний день уже исчерпана. Они выполнили свою роль как неуправляемые отряды, которые не были никем заранее завербованы, никакой разведкой, соответственно, инструментов влияния на них не было. Они шли в атаку, срывали все планы, они были неподкупными, но для той войны, которая подошла сейчас, это уже не война, а банд. А вот одни формирования вооруженные против других вооруженных формирований, это уже война. То есть, правильно я понимаю, что, переводя то, что говорите, что профессионализма добровольческих отрядов уже недостаточно для того, чтобы продолжать эту войну на том же уровне, как мы это делали раньше? Совершенно верно. Отсутствие профессионализма у добровольческих отрядов приводит к нежелаемым последствиям, в том числе и к окружениям. Ну, насколько я понимаю, из той же Национальной гвардии добровольческих батальонов всего пять. То есть, все-таки, большая часть, это больше 22 батальонов, по-моему, большая часть, все-таки, это профессиональная армия. Они, почему вообще допускается, чтобы добровольческие батальоны идут вперед в атаку и штурмуют что-то, не имея того времени? Я поэтому говорю, что кончилось время красивых атак. Необходимо четкое планирование со всеми военными науками, с военной тактикой, с военными хитростьями, военным подходом, но кадровым, профессиональным. Продолжение следует...